Нина Линд. Говорящая с призраками. Дитя Ноктурны. Глава первая. Человек в легком сером пальто взирал на Барселону с горы Тибидаба. Сильный ураганный ветер, нагнавший туч на город, порывами орошал все вокруг холодным неповесеннему колючим дождем. Опавшие цветы покрывали смотровую площадку фиолетовым ковром, а полы его сухого пальто не шевелились от ветра, да и сам он, казалось, не замечал бури вокруг. Тот самый парень, что отдал кулон избранной Насте, приблизился почтительно сзади, встал рядом так, чтобы его присутствие стало заметно. «Что он натворил?» — раздался тихий ровный голос. То же, что и большинство. Парень опустил голову. Он старался сохранять дистанцию и не вмешиваться. В результате проявил халатность и допустил появление Ноктурны. «Не казни его слишком, Рафаэль». Парень дернулся. «Я не казнил. Ну, самую малость». «Что ты придумал?» — с любопытством спросил его собеседник. Собеседник забрал его память и оставил ему ровно столько, сколько необходимо, чтобы найти избранную. «Хорошо. Нашел?» «Пока нет. Он рядом. Но еще ничего не понял». «А поймет?» Собеседник глянул на парня, и тот уловил в мимолетном взгляде смех. Парень пожал плечами. «Что ж, мы сделали достаточно, Рафаэль», — мягко успокоил его собеседник. «Теперь понаблюдаем». Рафаэль некоторое время стоял молча, но потом не выдержал. «Можно ли мне спросить?» Его собеседник улыбнулся уголком рта, так, чтобы архангел этого не увидел. «Ты уже спрашиваешь?» «Почему ты любишь его?» Он не называл имени, но они оба знали, что речь идет не о Габриэле. «Он тот, кого все ненавидят, кроме тех, кто понимает его, а я понимаю его, как никто другой». «Но ты наказал его вместе с остальными, отказался от него, свергнул?» «Не понимаю, какая разница между ним и остальными?» «Иногда, чтобы научить ребенка плавать, любящие родители бросают его в воду. Когда-нибудь ты все поймешь, Рафаэль». «Мне его не хватает». Архангел с грустью посмотрел на город. «Так кто тебе мешает?» Рафаэль внимательно посмотрел своему собеседнику в глаза. «Но разве... разве можно нам?» В почти прозрачных от внутреннего света глазах собеседника он прочел ответ. «Я никогда не запрещал». Весь мир, казалось, сошел с ума. Где-то стояла дикая жара, кого-то заливало дождями, бурь и смерчи разрушали целые страны, землетрясения и цунами грозили окончательно стереть с лица земли многочисленные населенные пункты. Катастрофы случались одна за другой. Предсказать, где произойдет следующее несчастье, было невозможно. Каждый день агенты слушали новости, все больше впадая в уныние. Поиски балерины пока ничего не давали. А вот Ноктурна все чаще напоминала о себе. После того, как агенты искали портрет с частью ее силы сначала в Ватикане и нашли там только призрак Папы Римского Александра VI, который теперь повсюду ходил за Настей, а затем во Франции, где портрет был найден, но захвачен Ноктурной, ее сила выросла настолько, что одно бедствие следовало за другим. Единственной зацепкой была дочь Ноктурны, которая предположительно занималась балетом. Ее поисками занималась и Цаску. Граф Витуре надеялся использовать девочку для ослабления силы Ноктурны, если им придется столкнуться с ней еще раз. Настя усиленно тренировалась вместе с остальными агентами. Граф Витуре был рядом, но наедине с ним Настя больше не оставалась, отчасти потому, что сама боялась этого. Она знала, что большего ей не дано, ведь тот поцелуй она выпросила у него, вот и довольна. Он пожалел ее, пошел ей навстречу. Просить сверх того, что дано, не нужно. Она избранная и должна погибнуть, выполняя свое предназначение – спасти мир. Точка. Ее мнение на этот счет никто не спрашивал. Просто вручили ей медальон. Архангел Михаил дважды пытался его отнять, но Настя теперь научилась прислушиваться к своей интуиции. Ни о какой передаче медальона речи быть не может. Это ее ноша. Помимо шестого чувства, Настя начала замечать за собой странную необходимость время от времени бывать на природе. Это было похоже на голод. Порой у нее возникало острое желание оказаться в лесу или у моря. Первое время было неудобно просить об этом агентов, но однажды, когда они с Лекой готовили чай на кухне, она покачнулась от слабости. Ангел вскрикнула. Рассыпав заварку, бросилась к Насте, сползавшей на пол. Это было не головокружение, а просто ощущение отсутствия сил, словно она очень давно не спала и вообще не отдыхала. Граф Витуря оказался рядом, подхватил ее и крикнул Сержу, что нужна машина. Они отвезли ее на гору, что совсем рядом с Барселоной. И пока Настя приходила в себя, граф Витуря отчитывал ее сухо и зло. Настя, в следующий раз предупреждай, мы будем вывозить тебя в любое время, в любую погоду. Ну что со мной? Ты все больше зависишь от сил природы. Рука графа мимолетно коснулась ее щеки. Слишком много затрат, эмоциональных и физических. Тебе необходимо пополнять энергию. Они еще долго сидели с ней там, в лесу, переговариваясь о последних событиях, пытаясь нащупать след Ноктурны во всех происходящих катаклизмах. Так и повелось. Два-три раза в неделю Настя ездила в горы с Ликой, графом и Сержем. Иногда вместо Сержа был Диего, иногда Габриэль. И Цаску целыми днями копалась в базах данных. Чем чаще Настя попадала из города на природу, тем больше начинала чувствовать ее иначе. Прикасаясь к дереву, она чувствовала движение соков внутри. Понимала, что от разных деревьев энергия идет разная. Где более вязкая, где более легкая. Когда она входила в воду, то тоже ощущала, как вода забирает из нее ненужное, пережитое, переработанное, а взамен будто обновляет ей кровь. Когда касалась земли, чувствовала себя частью ее, словно распадалась на камни, глину, песок. Это приводило ее в такой восторг, что она даже рассказала об этом графу Виттуре. Тот слушал, слегка улыбаясь, внимательно разглядывая ее, убеждаясь снова и снова, что она иная, как города, что зовут ее к себе. Ни одна земная женщина не могла так спокойно общаться с ним после сближения. И это успокаивало его и в то же время раздражало. Как ангел, он восхищался ее стойкостью и контролем перед соблазном, а как демон все больше испытывал желание искусить снова. Ее природа была абсолютно человеческой, но дары старой матери раскрывали в ней самые лучшие качества, перерабатывали ее человеческую природу и соединяли с природой куда более древней и мудрой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok